В ноябре в рамках программы «Большие чтения» о Леонардо да Винчи, проводимой в Новосибирске при участии Агентства культурно-социальной работы Максора, несколько лекций в университетах города читает один из крупнейших в мире специалистов по эпохе Ренессанса, доктор филологических наук Уберто Мотто, профессор университета Фрибурга в Швейцарии. Во время своего визита в Новосибирск по приглашению библиотеки и культурного центра ИНИГа в зале епархиального центра имени епископа Александра Хиры, профессор выступает с лекцией о творчестве Данте Алигьери. Насколько эта тема может быть интересна для сибирской аудитории? Я уверен, что поэзия, когда она настоящая и подлинная, способна коснуться и затронуть сердце каждого человека, вне зависимости от культуры, традиции и воспитания. Я не знаю, смог ли я достичь этого эффекта, но я уверен в одном, что поэзия Данте предназначена для всех. Возможно, итальянская публика выигрывает от того, что это их язык и их культура. Но никто не исключен из числа тех, кому доступно понять, что вдохновляло Данте в его творчестве. Лекция на тему «Желание в творчестве Данте Алигьери» собрала заинтересованную аудиторию и затронула вопросы, которые важны и для современного человека. Я выбрал тему, которая, на мой взгляд, является одной из самых важных. И желание, возможно, является типичным опытом и для нашей эпохи, которая тоже желает. Но я боюсь, что она не способна желать корректно. Поэтому необходимо учиться правильно желать. И поэтому я выделил в произведениях Данте путь, по которому предлагаю пройти слушателям, чтобы поразмыслить над первопричиной нашего человеческого бытия в ожидании того, кого, как мне кажется, мы зачастую не знаем, как искать. Это еще одна из причин, по которой меня привлекает Данте, как и многие другие великие поэты или музыканты. Потому что красота в произведениях Данте свидетельствует о том, что существует нечто, выходящее за рамки нашей обыденной жизни. И именно это делает нас уязвимыми, побуждая выйти за пределы тех границ, которыми мы определили нашу жизнь.